Не копите долги, хорошим это не закончится. Об этом жителям города напомнили представители трестов теплофикации и водоканал. В администрации города они собрали очередную пресс-конференцию для журналистов. На ней были озвучены суммы задолженности населения, меры воздействия на должников, а также предложены способы решения проблемы. Наш корреспондент продолжит тему. Горячая тема дня, долги населения становятся не впервые. Продолжая копиться, они по-прежнему не дают ресурсоснабжающим организациям работать в полную силу. Так, например, тресту теплофикации население сегодня должно уже более 1 миллиарда рублей, а тресту водоканал уже более 504 миллионов. Суммы серьезные и последствия тоже. На сегодняшний день силами МПТ-теплофикации производим судебную работу тысяча и более заявлений в суды различных инстанций с требованием о взыскании задолженности. Последствия – это блокировка счетов, наложение ареста на имущество, а также отказ в получении субсидий, денежной помощи от государства на оплату коммунальных услуг и еще в разы выросшее пение за просрочку платежа. Всем последние изменения известны, что ставка увеличилась до 20% и, естественно, в наших расчетах пение она участвует. Скажу честно, очень дорого. Мы просчитали на одну тысячу рублей просроченной задолженности свыше трех месяцев. Получается, что на каждую тысячу оплачивать потребитель будет около 50 рублей. Переплата получается весомой, причем платить придется за те услуги, которыми уже не сможешь воспользоваться. Мы долгое время для жителей многоквартирных домов не применяли меру ограничения ресурса по водоотведению, то есть так называемое тампонирование, установка заглушек на водоотведение. Сейчас прорабатываем этот вопрос повторно, потому что дебюторская задолженность растет. Эта мера коснется тех, кто игнорировал оплату услуг больше года. Совсем скоро злостные неплательщики будут полностью отключены от водоснабжения. Жить в таких условиях будет непросто, однако урегулировать вопрос можно уже сегодня. Всегда есть механизм обратиться в ресурсоснабжающую организацию, написать заявление о предоставлении какой-то рассрочки. Мы всегда с вами договоримся о том, каким образом и каким графиком, какими платежами вы можете погасить свою задолженность. Серьезно снизить коммунальные платежи поможет и установка приборов учета воды. Тогда оплата услуг будет строго по факту расхода, а не по количеству зарегистрированных в квартире жильцов. Те жители, которые рассчитываются без приборов учета, обращаются с вопросами, говорят, «Ну, у нас просто зарегистрированы, живут где-то там, где-то там». К сожалению, с нормой закона мы говорим, мы да, мы вам пересчитаем, но предоставьте нам, пожалуйста, документы, подтверждающие, что временно не живут здесь жить. И вот в этом-то и вся проблема и возникает у людей, они не могут предоставить эти документы. К сожалению, в данном случае пересчет невозможен». Что так жить себе дороже, к счастью, начинает понимать все больше людей. На сегодняшний день приборы учета установило уже 75% жителей многоэтажек и 89% владельцев частных домов. Активно магнитогорцы начинают пользоваться и рассрочкой коммунального платежа. Ежемесячно заключается уже более 300 договоров. Считая это самым здравым выходом из сложившейся ситуации, ресурсоснабжающая организация рекомендует не копить долги и при необходимости звонить по телефону 515131 в колл-центр, где смогут дать исчерпывающий ответ по всем интересующим вопросам. Татьяна Артеменко, Владислав Гусев, телекомпания ТВИН. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова